Участник соревнований Андрей Романов вместе со своей командой Pixels приехал побороться за победу прямо из армии. Пятая научная рота, в которой он служит срочником, участвует в конкурсе «Волга CTF» каждый год. Андрей рассказывает, больше всего его увлекает Java-разработкой и веб-программированием. После института он оказался в армии, где продолжает решать задачи, связанные с информационной безопасностью. Особенность нашей команды в том, что каждый год наш состав меняется, передавая опыт из поколения в поколение. На самом деле это очень серьезное развитие. До этого я совершенно не участвовал в CTF, очень много чего нового узнал, большой опыт. И помимо этого это очень интересно, это объединяет как команду. В пятой научной роте служат инженеры и программисты. Министерство обороны перед военнослужащими ставит различные задачи, которые требуют не только навыков написания кодов, но и расчетов математических моделей построения. Военнослужащие создают 3D-модели, на основе которых потом можно построить настоящее устройство. Я изначально знал, что наш научный рот участвует в таких подобных соревнованиях очень много. И наш командир, он проводил отбор тех, кто поедет на это соревнование. Так у меня был уже опыт участия в подобных соревнованиях в CTF в Москве, в других городах, в том числе онлайн зарубежных, в CTF. Поэтому я получил такую возможность сюда попасть. Соревнования для IT-специалистов проходят при поддержке правительства Самарской области. С переходом на удаленную работу во время пандемии коронавируса вопрос информационной безопасности становится одним из самых актуальных. Конкурс помогает подготовить кадры для цифровой экономики, как для коммерческих структур, так и для органов исполнительной власти и для армии, которые смогут решать задачу эффективной работы в удаленном формате. Информационная безопасность является одним из кругольных камней информационных технологий. Почему? Потому что все IT это так или иначе данные, которые являются предметом достаточно повышенного внимания со стороны различных, в том числе и не со всех добросовестных структур людей и так далее. И утечка данной информации может привести, в принципе, к достаточно фатальным последствиям. Почему? Потому что, по сути, представьте, что любая ваша информация о вас становится доступна третьему лицу. На кону денежный приз. Для его получения участники должны собрать как можно больше флагов. Это комбинация символов, которые являются правильным ответом на задачу. Флаг вбивается в систему, и команда получает очки. Конкурс «Волга-Сити-Эф» проходит в Самарской области в десятый раз. Участников много. Они приехали из российских городов, таких как Москва, Казань и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных IT-специалистов, то они из-за пандемии в этом году соревнуются онлайн. За победу борются представители Германии, Канады, Австрии, Тайване и Португалии. Виктория Шарая. События.